всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим суп харчо для этого нам понадобится говядина ребрышки я взяла тут чуть больше килограмма кило 100 я уже помыла почистила единственным тут пленочку с ребрышек мы снимем она нам тут не нужна вот так вот просто стягиваем и готова вот это вот плюточка надо совсем не нужно с обратной стороны если что-то не нравится обрезали и стянули пленочку также еще раз показываю с той стороны где сама косточка чуть-чуть можно надрезать чтобы удобно было хвататься и стягиваем и и все и так я все ребрышка почистила ну а теперь мы их обжарим вот эту пленочку можно тоже обрезать чуть-чуть с падением ножом и срежем ее что можно обрезать конечно обрезаете эти пленочки за которых мясо не разваривается их невозможно разжевать они вообще практически не разваливаются эти пленочки все сняли обрезали что лишнее и теперь мы их обжарим для обжаривания ребрышек я приготовила одну столовую ложку смальца то есть жир у меня куриный смальц можете взять любой смолистом свиной например или же растительное масло пару ложек чтобы обжарить ребрышки и так разогрели хорошо казанок где будем готовить наш суп харчо и выкладываем мясо вот так двух сторон быстренько обжарили на сильном огне и достаточно переворачиваем и обжариваем с другой стороны и сейчас быстренько обжарим выложим на тарелочку и вторую партию тоже также обжарим и начнем уже жарить лучок морковку пока жарится вторая партия мяса у нас есть пару минут нарезать лучок и морковку ну и конечно нам понадобится томатная паста для нашего харчо рис грамм 100 мы взяли промоем в конце когда будем отправлять уже варится лучок один морковочка 1 и чесночок грамм 30 тут много чеснока я половину буду натирать на терочке и 2 картофельные больше не надо все ну конечно же лавровый листочек соль перец черный молотый в конце хороших перчик мы добавим когда будет вариться мясо обязательно 10 горошка перца щас приготовлю нарезаем таким вот образом лучок весь лучок нарезаем и еще один небольшой лучок мы почистим или половиночку возьмем будем отправлять кастрюлю когда закипит мясо то есть при варке мы добавим лучок лавровый листочек и хороший перец но это морковочку что я нарезаю и лучок это мы будем все обжаривать то есть делать зажарку пережарку и так нарезали лучок и морковку перережем пополам чтобы сильно длинная морковка не было вот так и этим временем у нас обжарилась мясо вынимаем на тарелочку и в этот же жир отправим жарится лук и морковку буквально две-три минутки и она все обжарится так как у нас сейчас очень сильный масло очень сильно раскалилась вернее жир раскаленный у нас хорошо и жарится буквально две минутки не больше отправляем морковочку тоже тоже сейчас чуть-чуть ужарится утушится отправим томатную пасту пару ложечек будет достаточно вот так и не отходя от кассы все время будем помешивать чтобы томатная паста не пригорела вот так с минуточки помешали томатная паста обжарилась яркий цвет у нас появился как видите теперь выкладываем на тарелочку на блюдо ну а теперь сейчас отправлять будем в этот же газонок мясо обратно обратно отправили мясо вливаем два с половиной литра три литра воды я влила 3 литра воды достаточно как закипит посолим поперчим конфорку прикрутим будем варить тушить полтора часа мясо потом уже будем закладывать остальные ингредиенты закипело снимаем там пенку что там плавать лишнее отлично теперь отправляем ложку столовую соли один лавровый листочек солите по вкусу хороший черный перец 10 штучек достаточно и я сейчас почищу лучок прикрою на секундочку отправим сюда же половину . или целый маленький лучок прикрываем не плотненько убавляем огонечек так как у меня уже кипит кастрюля потом уже когда прокипит полтора часа отправим томатную пасту рис отправим картофель порежем и чеснок у меня у тут 60 грамм и как я и сказала ровно половину я на темнотюрочки конечно же черный молотый перчик в конце с пол чайной ложки точно добавим кастрюлю в конце и так варится полтора часа ну а теперь вынимаем этот лук он нам больше не нужен отправляем томатную пасту мясо разварилась и сейчас покажу очень кстати удобно брать за ребрышкой и кушать так что ребра сразу не вынимайте пускай не так и торчат очень удобно будет браться за ребрышек и кушать мясо и так отправляем томатную пасту и как закипит отправим рис буквально две минуты как закипит две минуточки будем отправлять рис и так делаем огонечек чуть чуть сильнее чтоб быстрее закипела все кипит буквально две минутки не больше кипело рис я промыла и отправляю в кастрюлю размешаем и прикрываем крышкой и дадим закипеть. Как закипит, отправим картофель. А картофель мы порежем на 6 частей, а потом естественно на кубики. Вот так. Небольшие кубики порезали. Все отлично. Итак, сейчас закипит кастрюля, отправим картофель. И уже будем варить еще минут 15-20. Ну и подготовим чесночок. Натрем на терочке. Я натру половину чесночка. Это примерно одна головка небольшая чеснока, грамм 30. Все, подготовили. Еще пару зубчиков добавлю и будет достаточно. Так, кастрюля закипела. Отправляю картофель. Отправили картофель, помешали, размешали, все нормально. Теперь прикрутим конфорочку, она уже кипит. Прикрываем не плотненько, убавляем огонечек на двоечку и варим минут 15-20. И у нас в конце останется положить чеснок, перец черный молотый, лавровый листочек и наше харчо будет готово. Все кипит 20 минут. Рис разварился, отлично. Картофель не разварился, потому что в томате он не разваливается, вернее. Ну а так он сварился, отлично. Можете даже посмотреть сами. Отлично. Все. Отправляем теперь сюда чеснок. Вот это вот я натерла примерно грамм 30. Это точно одна головка чеснока. Отправляем черный молотый перчик с пол чайной ложечки и сразу убираем с огня. Ну и конечно же лавровый листочек. Прикрываем крышкой, дадим 10 минут настояться и будем подавать на стол. Рецепт я оставлю под видео в описании, а еще под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал. Заходите и подписывайтесь. Харчо наше готово, вот такое жирненькое получилось. Но кто боится, поправится, не бойтесь. Добро пожаловать на канал. Худеем с Лелькой. Уж на этом канале вы точно похудеете с Лелькой вместе. Я ссылочку оставлю под видео в описании. Худеем с Лелькой. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok